Господи, Не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, Нежели я умею любить себя. Отче, дай стропу Твоему, Чего я сам просить не умею. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною По милости Твоей. Это фрагмент молитвы Святого Филарета, Митрополита Московского. Сокровенное обращение к Господу. Полное доверие его промыслу, Которое всегда слышит душа христианка. И иногда надо просто интуитивно Откликнуться на ее зов, Чтобы впустить в жизнь Бога. Здравствуйте, с вами программа Вторая половина. Чувашия, село Балдаево, Храм во имя Вознесения Господня. Трудно поверить, но ему больше трехсот лет. По архивным данным, Его возвели в 1806 году На средства прихожан. Вознесенский приход в Балдаево четвертый Для отца Владимира Гришина, Как для настоятеля. С 2006-го здесь служат и он сам, И его верная помощница, И его жена, Матушка Людмила. Их брачному союзу 25 лет. За эти годы появились на свет Шестеро их детей. Три мальчика и три девочки. Крепкая семья, Служащая Богу всей своей жизнью. Между тем, сама история Ее создания удивительна. Иначе, как Божьим промыслом, Ее и не назвать. Детство Матушки Людмилы Прошло в селе Ишаки Чебоксарского района. В селе небольшом, Но известном далеко за его пределами. Там у нас храм был такой, Николай Чудотворца. Храм приезжали очень много. От разных деревень приезжали. В этот храм по большим праздникам Ходила мама. И там же были крещены Четверо ее детей. Людмиле было всего шесть, Когда она приняла святое крещение. Я сам пришел в храм Благодаря маме В детстве она меня в храм водила, Оцерковляла. И вот только благодаря ей Вот я есть тот, кто я есть. Отец Владимир родом из этих мест. Поселок Вурнар недалеко от Балдаева. Там мама и привела его в храм, Своим примером показывая, Что без веры жизнь пуста. А Людмила выросла в невоцерковленной семье. И после крещения в храм зашла Спустя много лет. Поступала я в институт. Вот я помню, Заходила в Единский храм. Вот мы сечу поставили подружкой. Все, я больше не захотела. Я мечтала быть учительницей, Педагогом физкультуры вообще хотела. Учительницей физкультуры хотела стать. Ну, поступила. Тогда решила получить профессию программиста. Сказано, сделано. В детстве с мамой поговорили. Я говорю, мама, я хочу быть моряком И священником. Помню, она меня взяла за руку И повела к священнику. Тогда отец Ефимий служил. И поставил меня перед ним и говорит, Вот этот ребенок хочет быть моряком И священником. Батюшка тогда сказал, Ну, помоги Господь. Помоги Господь. Благословение от священника исполнилось. Срочную службу Владимир Гришин Проходил в Камчатской флотилии Тихоокеанского флота. А после возвращения из армии Поступил в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Это для меня было, я не знаю, Это унок Христа. Вот, как вы говорили, Что апостолы слушали проповедь, Обучались у Христа. Вот, и его проповеди, и его словам, И его деяниям. Вот этого тоже для меня, видимо, Такой уже опыт был. Вопрос о рукоположении после семинарии Стал делом короткого времени. Выбора, монашество или семья, Практически не стояло. Мне было благословение Вступать в брак, Создавать семью. Их знакомство было не случайным. Обоих позвали в гости к общим друзьям. И очень скоро между ними состоялся Важный разговор. Я, говорит, собираюсь батюшкой стать Вот, матушкой. Вы будете матушкой? Ну, я уже заранее выходила замуж, Да, я уже, да, Буду за священника, Ну, буду матушкой. Ну, хотя я была невоцерковленная, Почему-то я тогда не задумалась, Не знаю, вот... С одной стороны, я не хотела, Думаю, как же я? Матушка что-то не хотела, Но я не могла сказать нет. Почему-то она мною что-то командовала. Мы с ней говорили, Говорили, что у нас семья будет необычная. Потому что священническое служение – Это приход, Это жизненный приход. И потом, не всегда на одном приходе Приходится еще и менять. Мы же, как говорится, Нас направили, мы пошли. Мы были, как сказать, За две недели были знакомы, И через две недели мы сыграли свадьбу. Но перед венчанием Они поехали за благословением на брак К правящему архиерею, Владыке Варнаве. Невоцерковленная невеста Пришла на прием к главе епархии В брюках. Батюшка мне сказал, А ты что, говорит, я ебку не надела? А я, говорит, что ты не подумала, говорю. Ну, ладно, говорит, ничего, пошли. И вот мы к Владыке пошли За благословением. Владыка, говорит, ничего не сказал. Промолчал. А потом вот вышли мы От Владыки. Отец, батюшка сам удивился, Как же он, говорит, Тебе ничего, ничего не сказал. Спустя время оба поняли, Что в тот день Мудрый Владыка Варнава Сердцем увидел В этой скромной девушке В брюках То, чего она сама Еще в себе не знала. У нас 7 ноября Отмечались Свадьба была А 9 ноября Рукоположили Батюшку Диакона А 11 ноября Его уже Рукоположили Сан Иерея За тот короткий период Времени, что прошел От их знакомства До рукоположения Отца Владимира Людмила успела В него влюбиться Но к воцерковлению Делала только первые шаги Мы сами по вечерам Читали книги Подарили нам книгу Песи Святогорца Вот мы читали с ним По вечерам Сидели, книжки читали Вот он читает Там одну страницу Потом я читаю Вот так сидели, читали Для себя много Чего я вот взяла Из этой книги Матушка Людмила Выросла в деревне Переезды Жизнь своим хозяйством О которой предупреждал В начале их совместного пути Муж Ее совершенно не пугало Проходилось даже Вставать рано Доить коров А летом у нас Все Все лет проходило Там в поле Раньше грядки Ждавали Да ведь Вот пололи Работали Воспитывали В работе Как бы сказать Гораздо сложнее Ей оказалось Понять и принять Духовную составляющую Жизни матушки Как служение Как жертвенность Как отказ От мирских привычек В том числе И в одежде Ну и тогда еще Училась Батюшка приезжал На выходные Ну потом Как-то Ну Бывало такое Вот Недопонимание Были такие И у меня И у меня вот Все равно Вот Как же в церковь Надо ходить Да ведь Матушка Житья В семье Должны быть Какие-то Вот такие Шриховатости Потому что Преодолевая совместно Вот эти Шриховатости Вот тогда Только вот она И нарождается И появляется Вот эта вот Самая любовь Тогда вот Когда мы понимаем Что это мы Вместе Не я И не она А вот именно Мы вместе Вот этого достигли Тогда да Вот получается Именно вот Результат Отец Владимир Не давил на жену Молился за нее Людмила же Начала себя Понуждать молиться Утром и вечером И сама не заметила Как благодать Обняла ее сердце И уже не отпустила Бывает такое вот Не помолишься День у тебя проходит Вот Чего Что ты За что-то не берешься Вот как-то Не получается Вот как помолишься Как по маслу Когда в семье С небольшим перерывом Родились сын Женя И дочь Катя Матушка Людмила Решила Больше детей не будет Трудный оказался Период Батюшка на приходе Все забудут И подумают о ней Но как-то муж сказал Вот вырастут Разъедутся И останемся мы одни Затумалась Матушка Людмила И положилась На Божью волю И в ее сознании Произошло Чудо Не иначе А вот когда Третью дочку Софию родила Вот этот родительский Материнский Вот этот инстинкт Да Вот она Проснулась Только вот Третьим ребенком У меня А следующие Симеон, Доминика И Стефан Только усилили Ее материнскую любовь И веру в Бога С детьми С маленькими Тяжело же бывает Вот как-то вот Все вот то, что вот делаю Да, вот я вот с любовью делаю Даже хоть посуду помыть Я это делаю с любовью Я уже Уроки делаю Детьми Тоже вот это с любовью Это мне уже в радость А вот когда Ой, я устала Я вот не хочу Да, вот Такого нету Ну вот Когда вот сделаю Все любовью Это все хорошо Ну все получается И все преодолевается Любые работы В эти тяжести Она начала ходить На богослужения С детьми Причащаться Со временем Встала на клирос Взяла на себя Хозяйственные заботы По храму Настал момент Когда она ощутила Именно здесь Ее жизнь Дети у меня маленькие Старшие были Я училась Тоже опять поступила В техникум На завученную Она экономически Закончила Учиться любила Всю жизнь Да, училась Училась Ну вот Думаю Пойду работать Бухгалтером И потом у меня Этот Как-то Не мое Не мое Это Мое Это В храме В приходе Который окормляет Отец Владимир 15 маленьких деревень Но в силу Разных причин В Вознесенском храме В Балдаево Не бывает Многолюдно Батюшка Конечно Работает Старается У нас каждый год Крестные ходы Ходят Вот Как Пасха У нас Пасха Вторую Пасхальную неделю У нас Крестные ходы Начинают Каждое воскресенье До До Вознесения Каждое воскресенье У нас ходит Воскресный ход Одно воскресенье Семь деревень Там проходит Другое воскресенье Другое Другие Вот идут Другое Направление Третье воскресенье Другое направление Там ходят Несколько деревень Да Вот сразу Показать красоту Христианства Привлечь к храму Призванный фестиваль Приуроченный К престольному празднику Он уже стал традицией У нас в традицию Это уже вели В Вознесение Господня Тоже Владыку Как по возможности Приглашать Да, Владыку И у нас тут фестиваль Балдайские купола Проходят Гостей на фестивале Бывают больше сотни Матушка Людмила Как радушная хозяйка Готовит для них Угощает Согревает словом И материнской любовью Мама меня благословила На этот брак Хотя она Уже ушла Раньше времени Того, как я женился Мы создали семью Вот Но ее благословение Оно чувствуется И проявляется Уверен батюшка Через его кроткую Терпеливую Любящую жену Самого близкого И родного После мамы Человека Ходишь Ходишь Обижаешься Дуешься Лопнешь От обиды Нет Так дело не пойдет Иди Прощение Проси Прощение Попросишь Как-то Легко Отпускает Себя Саза Легко И вот Вот это я Вот Как сказать Вот этот Чувствия Для себя Поймала А вот этот Хорошо же Попросил прощения Те отпустила И хорошо Как-то Вот это Не хочется Больше Терять Зная Что Тебя Твоя Вторая половина Супруга Поймет Примет Простит Вот это Очень Немаловажно Вот с батюшкой Все равно Уже Другая жизнь Это Жить с Богом Совсем Это другое Вот Как-то Вот сейчас Я даже Вот сейчас Вот Вот думаю Вот Как люди живут Без Бога Это же страшно И как снова Не вспомнить Слова молитвы Святого Филарета Митрополита Московского Господи Благоговею И безмолвствую Перед святою Твоей волею И непостижимыми Для меня Твоими судьбами Приношу себя Жертву тебе Предаюсь тебе Нет у меня желания Кроме желания Исполнить волю твою Научи меня молиться Сам во мне Молись Мы скоро с вами Увидимся И продолжим Знакомство С семьями священников И их вторыми половинами До встречи Мир вашему дому Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok